МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это обсуждение разными слоями населения и нашего общества подтвердило необходимость как законодательного признания, так и практического закрепления традиционных ценностей русской культуры как стержня и основы современного российского общества. В проекте указы такими ценностями названы жизнь и достоинство, права и свобода человека, патриотизм, гражданственность и служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного, надматериальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм и взаимопомощь, а еще историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Мы сегодня будем обсуждать выдержки из указа президента Российской Федерации, а также обсуждать практические действия реализации этого указа. Многие участники круглого стола говорили о своевременности президентского указа и о том, что только названные духовно-нравственные ценности способны отстоять подрастающее поколение от идеалов, навязанных Западом. Социокультурный разрыв, социальное неравенство успешно внедрены и распространяются на сегодняшний день. Деструктивный контент, направленный на отрицание человеческого достоинства, антиобщественные стереотипы поведения, аморальный образ жизни, вседозволенность, насилие растет. В геометрической прогрессии употребления алкоголя и наркотиков. В непростом деле возрождения российской духовности важен каждый институт общества, каждое профильное министерство и ведомство. Большие надежды на педагогов, тренеров, представителей духовенства. Важно само понятие Родины. Не только в масштабах страны, но и того города, села, деревни, где ты родился и вырос. Игорь Михайлович очень хорошо это понимает. Буквально вчера был звонок, и он сказал, чем занимаешься. Занимаюсь я, напишу учебную 50 класса по истории Тверского края. Правильно, значит, мы теперь будем готовить учебные пособия по районным историям, по муниципальному образованию. Это очень необходимо. Разработанные на круглом столе инициативы помогут в полном объеме, с учетом специфики Тверской области, реализовать указ президента. И делать это нужно как можно скорее. Мы прекрасно понимаем, что, еще раз повторяю, влияние деструктивного контента, оно всеобъемлющее. И не всегда даже структуры, которые в этом заинтересованы, могут с этим бороться. Например, с этими телеграм-каналами, появляющимися мессенджерами и так далее. Действовать нужно только консолидированно и совместно. Разговор, поднятый на круглом столе Тверской епархии, будет продолжен на нашем канале 5 июля в программе «Тема дня». Продолжение следует...